Девушки отдыхают В предварительном этапе Кубка Украины по футболу Одесский футбольный клуб Риалфарма уступает Николаеву в заключительном спарринге летнего межсезонья Вот собственно об этом и пойдет наш разговор в ближайшие 15 минут Оставайтесь с нами На этой неделе завершились летние каникулы у шестикратных чемпионок Украины по волейболу Среди женских команд Суперлиги Южненского химика Подготовку к новому сезону южненские волейболистки начали под руководством нового главного тренера команды Андрея Романовича Сменившего на этом посту Сергея Голотова Почнемо с того, что мы собралися все и начали работу уже с ранней тренировки Поки что начался втягивающий микроцикл Это сбор загальнофизичної подготовки Починаем ранней тренировки с легкой атлетики И вечерней тренировки уже паралельно, потому что часу уже не так много лишилось Поэтому начнем сразу працювать и с мячами потихоньку, чтобы восстановить чувство до мяча Работы очень много, потому что парочка новых гравцов Тим больше тренер новой команды и нужно наладить взаиморозумение между гравцами и тренером Между гравцами и собою Работы очень много, тем больше, что первая игра очень значительная Это Лига чемпионов все-таки И мы должны быть готовы на все 100 До нее 1 листопада должны выборовать путевку в групповый этап Лиги чемпионов Как уже сообщала наша программа, по завершению прошлого сезона Помимо прежнего наставника команды, Южинский клуб покинуло три волейболистки Речь идет о Татьяне Козловой, а также Екатерине Кальченко и Елене Расточило Им на смену пришли экс-игроки тернопольской галычанки Доигровщица сборной Украины Екатерина Дудник А также лучшая блокирующая минувшего чемпионата страны Диана Карпец В основном то, что тут больше возможностей Лига чемпионов, Еврокубки, все этого нет в Тернополе Отношения тут лучше, чем у нас Поэтому, наверное Отношения в плане чего? Отношения к игрокам В основном начальство Первые впечатления от Южного, от города, от клуба, что скажете? Хорошее впечатление, тренера знаем, тренер наш Девочки тоже хорошие, ну как Отношения со всеми нормальные Город, нормальный город Чем может быть плохой город, в котором есть море? Моя цель, по-перше, показать себя на максимум Чтобы в мене были уверены, что они не сделали ошибку При запросивши меня сюда И, конечно, не допомогти, так сказать Основную подготовку к предстоящему сезону Южненский волейбольный клуб «Химик», которому в начале ноября месяца Предстоит дебютировать в Лиге чемпионов Традиционно проведет на базе родного для себя физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» А вот что касается вопросов игровой практики То ее подопечный Андрей Романовича Постараются получить в предсезонных международных турнирах Сначала этап физической подготовки, технической подготовки, тактической подготовки Потом этап контрольных игр И вот как раз все проблемы, в первую очередь, в основном контрольных играх Потому что все игровцы не будут разом И даже мы планируем играть турнир в Польши Уже есть договоренности тем игрокам, которые залишатся, которые не будут задеяны в сборной Ну и сразу же после повернения этих игроков назад в стан команды Мы планируем еще один контрольный турнир перед Лигой чемпионов Первый официальный поединок нового сезона Южненский волейбольный клуб «Химик» проведет в рамках Суперкубка Украины против Запорожской орбиты Планируется, что первый обладатель этого трофея будет определен 15 или 16 октября в столичном дворце спорта Молодежная сборная команды Украины по баскетболу «Ю-20» продолжает успешно выступать на чемпионате Европы в Хельсинки Радуя своих поклонников не только своими результатами, но и качеством игры В заключительном поединке третьего тура группового этапа подопечные Максима Мехисона встречались с командой Латвии Уступая по ходу встречи со счетом 43-55, наша команда нашла в себе силы для того, чтобы отыграться и перевести игру в овертайм В котором сумела дожать своего соперника Победа со счетом 72-70 гарантировала сборной Украины, а выход в стадию плей-офф с первого места в своей подгруппе В 1-8 финала украинских баскетболистов поджидала сборная Бельгии, которая заняла четвертое место в подгруппе «Д» Первая половина этого матча в целом прошла в равной борьбе, а ее итог обозначил исключительно символический перевес сборной Украины 48-44 А вот после 15-минутного антракта преимущество полностью перешло к нашим парням Ударная третья десятиминутка, которую подопечные Максима Мехисона выиграли со счетом 28-9, предопределила будущего победителя этого матча Так оно и произошло Финальная серия на встрече оповестила всех об уверенной победе сборной Украины со счетом 93-75 В 1-4 финала молодежного Евробаскета соперником украинских баскетболистов 22 июля станет команда Германии, которая на стадии 1-8 финала оказалась сильнее израильтян 89-73 20 июля состоялись 4 из 5 запланированных поединков первого предварительного раунда Кубка Украины по футболу Одесская «Жемчужина» в этот день на Запорожской Слабутич-арене встречалась с местным «Металлургом» и добилась победы со счетом 2-1 Счет в этом матче на третьей минуте открыл одессит Руслан Пономарь А во втором тайме преимущество подопечных Дениса Колчина после розыгрыша углового закрепил Дмитрий Поспелов Только под занавес матча «Металлурги» усилиями Артема Каськова один мяч сумели отыграть Но для выхода в следующий раунд турнира этого условия оказалось недостаточным В следующий этап Кубка Украины проходит Одесская «Жемчужина», которая 10 августа встретится на своем поле с новокаховской энергией В одну 32-ю финала пробился и другой представитель Одессины – футбольный клуб «Балканы», который одержал техническую победу над белоцерковским коллективом «Арсенал Киевщина», который из-за финансовых проблем отказался от участия в розыгрыше Кубка страны Следующим соперником подопечных Андрея Пархоменко станет серебряный призер первой лиги «Черкасский Днепр», с которым «Балканы» сыграют 10 августа на своем родном стадионе имени Бориса Тропанца Помимо двух одесских команд, первый предварительный этап Кубка Украины также благополучно преодолели «Винницкая Нива В», «Ромнинский агробизнес ТСК», а также футбольный клуб «Рух» из винников Львовской области Считанные дни, а то и часы, остаются до старта нового футбольного сезона в Украине во всех трех отечественных профессиональных дивизионах Свой первый официальный матч ряд команд проведет уже в среду 20 июля, сыграв поединки первого этапа Кубка Украины А ближе к уикенду состоятся встречи первого тура чемпионата Украины сезона 2016-2017 годов Одесский регион в этих турнирах будет представлен сразу четырьмя клубами, одним из которых будет футбольный клуб «Реалфарма», защищающий честь города и региона во второй лиге 16 июля команда играющего президента Николая Лиховедова провела заключительный контрольный спарринг в рамках летнего межсезонья Приняв на стадионе строй гидравлика представителя первой лиги муниципальный футбольный клуб «Николаев» В первом тайме этой встречи предпочтительнее смотрелись гости, которые сумели дважды огорчить вратаря фармацевтов Сергея Кравченко А вот после перерыва соперники поменялись не только половинами поля, но и ролями Одесситы сумели выровнять игру и один мяч после стандартного положения отыграли Сделал это Павел Новицкий Итог контрольной встречи 2-1 в пользу гостей из Николаева После матча своими мыслями относительно готовности команд к новому сезону поделились их первые лица Судя по результату, как раз мы не сильно готовы Я скажу, был виден разница в уровне команд Кто в первой лиге играет, кто во второй Но так, я думаю, что со стартом чемпионата мы потихонечку, я надеюсь, на это мы начнем набирать Во всяком случае, не могу сказать, но к старту мы готовы где-то процентов на 70 Саша, в этой команде вы не новичок, вы работали очень много лет со второй командой Сейчас у вас есть шанс работать с первой командой Насколько, скажем так, вам легко удалось войти в первую команду? Насколько удалось быстро найти язык со своими новыми подопечными? Да не знаю, никаких проблем не было Я как во второй работал, так и в первой Я думаю, что, понимаете, по большому счету пока команда играет так, как ее тренировали до меня А так, как я хочу играть, она пока еще не играет Она уже не играет, как Владислав Викторович тренировал Но еще не играет, как я хочу Я надеюсь, что все получится Надо время, надо ждать Александр, не секрет, что команда в летнем сезоне, точнее, даже в конце, наверное, прошлого чемпионата Лишилась ряд игроков Удалось ли найти им равноценную замену? Я вот обратил внимание, что очень много ребят со второй командой То есть это, скажем так, вот такое своеобразное ноу-хау в развитии клуба? Или же действительно клуб будет делать ставку на молодых ребят? Ну, понимаете, это и есть проблема Проблема, потому что, ну, скажем так Небольшая очередь опытных футболистов стоит в нашу команду С чем это связано? Я не знаю, я думаю, все вопросы, наверное, к Николаю Ивановичу Ну, я тренирую то, что у нас есть Будем пытаться укрепляться как-то, но пока, я же еще раз говорю Такой большой очереди среди опытных футболистов в нашу команду нет Молодежи очень много просят Ну, вы знаете, молодежь очень нестабильна У нас, в принципе, со сменой тренера у нас сменилась и тактика У нас сменилась почерк, рисунок игры Мы стремимся играть в остро атакующий футбол Футбол с точки зрения силы, в нагнетающий футбол Ну, это стиль нашего нового тренера Бондаренко Александра Николаевича Ну, он правильно сказал, что мы давно с ним работали Давно, он давно работал во второй команде Я скажу, что кредит доверия у меня к нему очень высокий Очень высокий И даже если первое время не будет результата Мы будем терпеть, будем ждать И любому тренеру надо время Хотя, конечно, Зубков начал давать результат с первого сезона Ну, опять же, какой результат? Мы, в принципе, были тогда четвертыми Ну, опять же, Владислав Викторович ушел по своему желанию Это уже перевернутая страница в истории нашего клуба Я так понимаю, если человек ушел с нашего клуба Ну, значит, наверное, он тоже перевернул эту страницу в своей жизни Мы двигаемся дальше У нас сейчас другой тренер У нас сейчас история команды продолжается И, как говорят, это уже другая история страна Поэтому мы сейчас будем писать свою историю по-новому Как это будет? Ну, хотим наших болельщиков настроить Что не все будет просто Ну, я думаю, будет интересней И, скажем так, будет веселее Ну, а результат при терпении, при работе При соответствующем подходе Сейчас и команда, и тренер, и вообще ребята Проделали колоссальный объем работы Ну, я думаю, что это рано или поздно Оно скажется и начнет приносить результат Потому что в этом чемпионате победит не самая, скажем так Самая сильная в этом чемпионате Будет самая стабильная команда Вот та команда, которая будет демонстрировать стабильность На протяжении сезона Она и будет самая сильная Она и будет выше всех Новый сезон футбольный клуб Риал Фарма Откроет 24 июля гостевым поединком чемпионата страны Против второй команды Ингульца А в этот же день Балканы в Горностаевке Сыграют против местного мира А Одесская жемчужина на стадионе Спартак Примет футбольный клуб Никополь НПГУ На этом на сегодня у нас все Мы благодарим вас за внимание И говорим своим телезрителям До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова